Восьмая сессия Совета народных депутатов Кашхабовского района состоялась 27 апреля в зале администрации района. На повестке дня значилось пять вопросов. Работой сессии началась с отчета начальника отдела имущественных отношений о деятельности за 2022 год. Экактивность работы отдела администрации муниципального завода Кашхабовского района оценится по конечному результату мероприятий, проведенных. В рейсе в муниципальной собственности Кашхабовского муниципального района находится 360 объектов недвижимости. И движимое имущество в количестве 4520 дней. Полная учебная стоимость имущества составляет 1,5 млрд. 500 тыс. рублей. Учет сведений о объектах, администрирование неналоговых доходов бюджета, введение единого информационного ресурса для управления объектами, муниципальным имуществом, земельным участком и договорами аренды, отдел имущественных отношений придется в программном комплексе БАРС имущества. В собственности муниципального образования Кашхабовский район находится 52 учреждения. В 2022 году произведена регистрация права муниципальной собственности на зданиях физкультурно-завидительного комплекса в Хуторе-Казинокужерске. Постоянно и срочное пользование предоставлено 10 земельных участков. Сформировано 2 земельных участка под фельдшер-каркушерские пункты, 1 земельный участок под амбулаторию, 2 земельных участка под спортплощадки и 2 участка под физкультурно-завидительные комплексы. Согласовано, утверждено и поставлено на государственные кадастры в счет 145 земельных участков. Принято из собственности Российской Федерации муниципальную собственность Кашхабовского района 4 земельных участка, все участки по улице Кашхабов. Передана из собственности муниципального названия Кашхабовского района в собственности Республики Абегея 2 учреждения. Это детская школа искусств Натырбова на общую сумму 666 тысяч рублей, и детская школа искусств Кашхабов на общую сумму 11 миллионов 860 тысяч рублей. Отделом продолжился процесс прием-передачи объектов, связанных с разграничением полномочий между федеральными, республиканскими, муниципальными и муниципальными участками. В 2020 году в муниципальной собственности Муниципального названия Кашхабовского района принято движение имущества на общую сумму 301 миллионов 300 тысяч рублей. Это НЕМФО, ноутбуки, автобусы, 3D принтеры и книжная продукция для школ. Показателем эффективного управления распоряжением земельных участков является объем поступления денежных средств в местный бюджет, от арендной платы за использование муниципального имущества, земельных участков, от продажи имущества. Земельный фонд Кашхабовского района составляет 60 596 гектаров. Основной долей земельного фонда района занимает земли-сехозяйственные значения на площади 55 783 гектаров. В аренде находится 940 земельных участков, из них 323 – это земли населенных пунктов и промышленностей, общей площадью 137,5 гектаров, и 620 земельных участков, это земли под объектами сельхозпроизводства, а также башни, сенокосы, общей площадью 10 898 гектаров. На 1 января 2022 года в бюджет муниципального вызывания Кашхабовского района поступило 50 390 000 рублей, прогноз 47 миллионов, что составило 107,2% при выполнении прогнозимных поступлений. Следующий немаловажный вопрос – исполнение бюджета муниципального образования за истекший год. С подробными цифрами перед депутатами выступил начальник управления финансов Аслан Дагужеев. Исполнение бюджета за 2020 год характеризуется следующими основными итоговыми показателями. Общий объем доходов консолидированного бюджета составил 1,353,066,6 тысячи рублей. В том числе районы бюджета, так называемый бюджет муниципального района – 1,273,013,6 тысячи, бюджеты поселения – 482,957,7 тысячи рублей. Из общего объема доходов консолидированного бюджета дологовые и неналоговые доходы составили 240,910,7 тысячи рублей. В том числе район – 165,925,1 тысячи, бюджетные поселения – 74,985,6 тысячи рублей. Безвозмездные поступления – 1,112,155,9 тысячи рублей. Структуру безвозмездных поступлений вы можете видеть на слайде. Дотации – 264,056,4 тысячи, субсидии – 513,623,6 тысячи, субсидии – 311,412,7 тысячи, прочие безвозмездные поступления – 5,146,8 тысячи рублей, из которых 5,15,7 тысячи рублей – это безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на исполнение мероприятий в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», по которой широко были освоены объекты в прошлом году у нас. В ходе сессии парламентарии внесли изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов от 28 декабря 2022 года о бюджете района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также утвердили кандидатуры для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных участков Кашхабского района. На этом работа сессии была завершена.